То, что им требуется, мы в режиме телефонной связи с ними созваниваемся и каждый раз под их потребности стараемся подготовить наш груз. Нуждаемость есть во всем. Начиная от предметов первой необходимости, предметов гигиены, заканчивая маленькими радостями, сладостями. Особо ценно есть вода. Особо ценно эта вода. Почему? Потому что, к сожалению, не везде есть возможность получать ее чистую. Проблемы с водопроводом есть, с обоснабжением в регионах, где происходит автор. Далее также есть запросы такие, но это уже будем на следующий раз готовиться, как дизель-генераторы. Это довольно дорогостоящее. Амуниция, то есть как разгрузки, бронежилеты, то есть все, что может быть белье, то есть все то, что нужно в повседневной жизни человеку, плюс то, что нужно солдату. К сожалению, то, что нужно сейчас на передовой не всегда может быстро дойти от государства нашего. Я не берусь судить об этих механизмах, как оно доходит. Я думаю, что там тоже пытаюсь сделать так, как надо. Но хочу в это верить. Скажите, пожалуйста, в принципе, доставка – это определенный риск. Вы едете не первый раз. Скажите, с какими проблемами уже сталкиваемся, может быть, с кем возможно сталкиваемся, с тем, кто отправляет генератору туда и едет? Значит, единственная проблема – не нужно геройствовать и не нужно пытаться пробиться куда-то вперед. В один из разов мы ездили, мы заехали практически в зону обстрела минометов и системы реактивного залпового огня. То есть был ли оправдан этот риск, я думаю, нет. Но в любом случае есть точки, где можно встречаться, есть база снабжения, где это можно перегружать, и все будет непосредственно бойцам на передовую доставляться. Вот таким вот образом. Ну, плюс визиты наши еще носят большой моральный аспект. Почему? Потому что бойцам нашим приятно видеть, что о них не забыли, о них помнят. У нас есть опыт многих наших конфликтов, в которых участвовала СССР, когда бойцы просто были выброшены на обочину жизни, к сожалению. Но сейчас есть возможность поддержать наших бойцов. Плюс, ну вот у нас, когда собираем, мы все эти аккумулируем средства, ведь их собираем не только наша организация. Да, их собирают все любые активные люди. Ну, и даже детки пишут письма этим солдатам, ну, даже у взрослых мужчин практически на глазах наворачиваются слезы, это мощнейший тоже пахнет. Иногда он, наверное, может даже несколько и выше, чем какие-то материальные места.